я привет всем вот представляете почему я сегодня перед вами все из-за того что один мой друг интернет ушки задал вопрос что такое скорость движения на токарном станке я всю ночь чесал репу изучил все что не успел за 30 с лихоем лет лихую примерно 5 лет вот и решил ему рассказать залить ну до начала скажу честно друг мой я не знаю в чем изменяется точно скорость движения суппорта или миллиметрах в секунду или в километрах в час понимаешь я это отдаю тебе подумай хорошенько и решишь или в километрах в час или миллиметрах в секунду так ну начнем я тебе объяснять попросту дело в том что вот это вот механизма который называется суппорт вот он весь это фартук понимаешь дело в том что он имеет сволочь привычку двигаться по станку вот по станине по этой движется и не только вот вручную смотри вот так вот вручную я скорость не замерял он а он еще и в электрическую движется понимаешь для того чтобы он двигался с определенной скоростью вот на этих вот рычагах представляешь вот на дух вот здесь он в одном положении стоит всегда остальное положение на резьбу понял три положения вот туда сюда и сюда а вот эти вот смотри тут уже я сам написал потому что уже то что на заводе написали уже не видно вот вот это вот часть это как бы указатель вот два так тут б смотрим сюда вот на эту доску которая указывает скорость так смотрим чего у нас будет я слепо шар я сейчас одиночки 2 б так 2 б вот получается 0 25 километров в час или миллиметра он вот узел вот для того чтобы тебе задать определенную скорость движение суппорта тебе надо вот на этих вот двух двух установить определенную скорость допустим ты захотел 06 метров в час или в секунду ты ставишь сюда вот троечку он вот тройка вещь а здесь ты ставишь с ну ты понял переключишь понятно вот давай для примера я тебе покажу сначала мы значит вот поставим 11 а так 1 а 1 а у нас 0 25 а тут еще обороты надо обороты ты понял вот смотря на каких оборотах ну примерно вот на 630 смотри дорогой друг сейчас я включу вот мы не включили значит так мы тут не включили теперь мы включили смотри друг вот тут много чего кто не включил это мне так сделали вот сейчас сейчас так включается поехали оба поехали я нашел свою ошибку я тупею с каждым годом я то скорость не включил это рычаг переключения скоростей он смотри мы значит тобой врубаем нажимаем кнопку а вот это мы включили вот он у нас пошел двигаться и на медленно идет теперь друг мой мы сейчас все это остановим вот остановили давай переключим скорость побольше давай вот мы поставили на самую крупную на д ой на 4 а здесь на д сейчас ну вот включим ну вот включим смотрим включаем скорость видал как быстро пошло али как быстро пошло видел друг мой выключаем скорость друг мой и теперь наверно подумал о смысле не подумал а ну ты подумал решил что скорость подачи на токарном станке это все очень просто про я думаю ты меня понял я друг мой конечно туповатый учить не важно что нашу очки очки меня умными не делают естественно но я думаю ты понял скорость движения суппорта все очень просто если у тебя появится еще вопросы ты задавай а для чего меняется скорость понимаешь друг я тебе расскажу открою секрет который я не очень ты знаю в общем такая такое разнообразие скоростей их много ты заметил там очень много 16 диапазонов с ума сойти вот и еще у нас аж 6 диапазонов оборотов представляешь с ума сойти друг мой вот а для того чтобы какой-то металл допустим мягкий да или здесь у тебя тупой ты подумаешь думаешь а сколько же ему скорость дать то если дал скорость большую да у тебя быстро все нагреется понимаешь и здесь еще сильнее затупиться а допустим у тебя очень острый резец у тебя средней прочности металл ты включаешь скорость ты примерно знаешь сколько выбрал какую запомни все достигается опытным путем будешь работать будешь экспериментировать с разными скоростями и ты поймешь какую когда и зачем надо устанавливать вот наш первый первый российский конструктор нарков нартов который придумал токарные станки он был очень умный ну по крайней мере умнее меня миллион раз это он догадался представляешь скорости и обороты и коробки передач эти по простому объясню но ты если ничего не понял ты значит в интернете напиши вопрос только правильно сформулируй и тебе там много много точил скорее ответит кто-то умнее меня ответит кто-то может быть что навряд ли глупее ну дорогой друг ты меня прости мне еще 37 лет жить я научусь подписывайся на канал пожалуйста